Начинается лучший ран из всех что сегодня будет. Погодите, а Distro вроде ранил его в летнем ESI 22 или нет? Я не помню кто там был на раннерах, но летом 22 вы могли видеть ран на ESI. Все. Ран супер интересно, особенно тем как мы будем заниматься стелсом. Это третья игра в серии, как он отмечает. В общем-то я сразу отмечу важный момент. В игре перед началом миссии можно выбирать разгрузку, с которой персонаж пойдет на миссию ладаут. Но вы не будете видеть этого выбора, хотя он есть, потому что раннер будет настолько быстро жать кнопочки, что мы сразу будем начинать миссию. Объяснять тут особо нечего, потому что скипов здесь практически не будет, поскольку основные действия, которые мы делаем, это бег. Это игра стелс, если что. И мы сейчас по пути посвистели, чтобы заставить технику побежать. Он открыл нам все двери? Абсолютно. Из-за чего мы смогли добежать до вот этого вот места намного быстрее, чем планировалось, и мы даже смогли увидеть, как исчез техник. А у нас там быть не должно, мы слишком быстро там оказались. Он там исчезает всегда. Просто из-за того, что он открыл нам дверь, и мы бежали прямо за ним и видели, как он исчезает. Сейчас раннер, кстати, сказал, что вот этот вот трюк с выстрелом в лампу работает только на низком FPS. Вот то, что вы видели сейчас, был квик сейф, квик лоуд, чтобы мы услышали информацию относительно того, куда лодочка плывет, нужная нам. И первую линию диалога мы пропускаем сейфлоудом загрузкой, а вторую линию третью даже уже получается. Мы скипаем свистом. И игра нам засчитывает то, что мы подслушали полный диалог, не слушая его. То есть у нас был вариант либо кого-то допросить, либо вот так вот просвистеть. Мы просвистели. Вот здесь вот, кстати, сложный момент, где надо прыгнуть так, чтобы эти охранники нас сразу не заметили, потому что урона в игре даже на легкой сложности достаточно, чтобы нас быстро убить. И вот видите, у NPC логика действий типа, я вижу и начинаю поиски, но они сразу поворачиваются. Поэтому зачастую мы будем бежать и попадать вот в такие абсурдные моменты, где NPC нас под носом не замечает. Сейчас он пропустил первый контейнер из списка, который нам необходимо найти для полной зачистки этой миссии, но он его не стал отмечать Мэйчхом, потому что это необязательное задание, и мы просто бежим сразу к нашей цели на кораблике. И если я убежал, то он просто бежит, и диссерер будет бежать, и диссерер будет бежать, без того, чтобы не заметил. Ран не то, чтобы очень насыщенный на события, потому что почти все это будет огромная оптимизация передвижения. Вот сейчас вот раннер посвистел в один момент. Для того, чтобы NPC отошел от генератора, который нам нужен. Мы нажали кнопочку, которую нужно было, и все. Мы отключили помпу, вода отошла, ну точнее включили. Поправка оговорки не отключили, а отключили. И мы можем пройти дальше по уровню. Это по большей части сейчас стандартное прохождение, просто очень сильно оптимизированное по времени. Вот в этой вот комнате утечка газа, и мы не можем стрелять. И те, кто спросит, почему он тогда выстрелил в этих охранниках, потому что он использовал отдельный патрон, нелетальный, который не триггерит в этой локации взрыв. А, интересный факт, анимация оглушения, кстати, чаще всего быстрее анимация убийства. Нет, там все равно может сработать взрыв, поэтому NPC вот этих вот двух вырубают с помощью нелеталки. Вот сейчас мы должны допросить капитана. Допрос закончен, потому что нам не надо дослушивать всю его реплику. Вот сейчас вот мы противника вырубили с помощью стики-шокера, хотя мы должны были его убить, потому что у игры нет отличий между убийством и вот этой вот локации. Вот сейчас с лестницы спрыгнули, просто станковав урон. И ограбление банка, это вот просто офигенно, потому что из серии угнать за 60 секунд, это будет очень смешно, потому что как грабят банки. Во-первых, вы идете через центральный вход, это важно. Все смотрят на нас, но ничего не происходит, потому что мы слишком быстрые. Сразу пробегаем все, что нам мешает, и бежим напрямую к местам, где хранятся коды от сейфа. Лазеры, лазеры, да. Как мы с ними идем? Никак, просто проходят. Вообще, аларм, не аларм, вообще без разницы. Сейчас выстрелим в стекло, что очень важно. Он говорит, что трюк рандомный, и нам вот здесь, да, открывает дверь охранник, но, по-моему, он всегда его открывает, если выстрелить в это стекло. Нажимаем кнопочку в этом офисе, потому что нам нужно открыть дверь к хранилищу, ну точнее доступ к хранилищу получить, и танкуем урон от падения. Как видите, количество хп у нас примерно отрицательное, потому что урона в игре очень много, это все-таки стелс. Вторую активируем, и тут вот враг стоит у дверей, мы просто вышибаем ее, сразу кидаем в этого стики-шокер, чтобы его оглушило. Подходим к местному компьютеру и спускаемся вниз, и внизу мы просто попивчилим, потому что дверка открывается автоскролл секции, потому что нам надо поставить два устройства на два замка и одновременно взломать. Типа это ремоут устройства, которые одновременно взламывают замок под нашим контролем. Вот здесь вот огоньки когда мигают, мы ждем, загораются зеленые, мы можем продолжать взламывать. Все, взламываем. Ну все, ресет Випранда. За 60 секунд не смогли все обохранить. Ставим мини-AMP, дверка открывается. И воруем сюжет на все, что нам нужно, после чего убежим из банка. Вот здесь вот он сразу целится с пистолета специальной, ну как не специальной, у пистолета есть альтернативный режим стрельбы, который отрубает любой электрический предмет при выстреле в него вот маленьким АМП разрядом, по-моему, я не помню. Он сразу стреляет вот в эти вот, в рамочку, которая сигнализация местная, и бежит назад, потому что противники, которых мы стагерили, как бы, ну вообще не напряглись. Ну панк, грабят, грабят, ну кто-то куда-то пробежал, с кем не бывает, наверное ветер. Вот здесь вот он говорит, что мы отключили вот этот вот лазер в сейфе, чтобы охранники не узнали о том, что мы пробрались в хранилище и не прибежали. Вот здесь вот, как видите, они на легком очень легко нас не замечают, и мы добегаем до выхода с миссии, после чего начинается, вот здесь вот будет куча манипуляций СИИ. Первых противников, которых вы видите, вот этих вот ребят, мы не имеем права убивать, потому что это, типа, американские военные, которые здесь тусуются. Сан Фишер американец, он не трогает, поэтому мы можем только пробегать мимо них либо оглушать. Ой-ой, а рано они смогут цепить, а ей. Всё, рецепт рано. Ну вот, мы сейчас рассказываем про ладауты оружия, которые мы можем убирать перед началом миссии. А, судя по всему, комментатор читает всё вот это дело с заметок, которые рано расставил, потому что я слышал всё то же самое на Йесе. Передожарю. Вот тут он мог пробежать по левой стороне либо по правой, зависит от позиции охранника. Там справа, кстати, сидел охранник, который нас не особо заметил. Ой. Он не то выбрал. Он не то выбрал. Третий раз. Ох, он три раза запорол меню. Он должен был сразу взломать дверь. Но сначала он выбрал камеру под дверь, посмотрите, во второй раз он выбрал взлом, и только с третьего раза он выбрал выбить дверь. Вот тут вот ему мешают гарды, потому что он задел тревогу, потому что они должны были быть отличны, он просто пробегал. Тут приходится идти по запасной стратке. Он использует снайперский режим у F2000. По-моему, он с F2000 же бегает в хаус теории. Модифицированный. И ваншоты от охранников, которые здесь можно... Останавливал около 1 секунду, но... Я думаю, что лучше идти в хаус теории. Также... Сейчас я получил эти 2 PC, я буду дроп-дон, но я сделаю это быстрее, потому что я буду уйти от фау-дамон. Не, миссия ресетнется вроде. Типа... Одного, может быть, можно убить? Я не помню, но миссия ресетается, если их убить. Что-то в этом роде. Я не буду утверждать, потому что... Может быть... Я не помню точно, но он вроде ресетается. Миссия первых ребят, если убить. Насчет гневных реплик. Точно что-то есть, но... Не знаю. Вы меня в сомнении. Мы кидаем, кстати, цветошумовую к нему, чтобы его допросить. Это, по-моему, три раза мы его дернем и сразу вырубим. Вот, да. Три раза дернули и вырубили. Цветошумовую кидаем, потому что мы обязательно должны его допрашивать. Он должен использовать кейпад. Кейпад-локдор. И все двери имеют свой свой дедикатый код. И все остальное в каждом игре. Я точно утверждать не буду. На моей памяти в миссии при убийстве военных все ресетается. Вот тут, кстати, клевая мини-игра, которую я в свое время возненавидел, потому что надо понажимать на кнопочки, бегая туда-сюда. Включаются лампочки, лампочки, включи лампочки. И все, основные задачи выполнены. Теперь мы сваливаем. Ой! Ха! А-а-а! А-а-а! Да, этот рамп идет не так, как запланировано. А-а-а! Он говорит, что враги тут часто делают 180 валют. А-а-а! Проверю. Дистро. Да, он показывал на ЕСА этот же ран. Поэтому я говорю, что комментарии слишком знакомы мне. Он бежит по тому же руту, он не изменился. Ну, ЕСА и ГДК. Если что, эти ребята сейчас вырубились, потому что мы на эту миссию взяли ладаут с газовой гранатой, которая очень важна для того, чтобы их вырубить в этом маршруте, они сразу отрубаются. И мы отрубаем вентилятор и спрыгиваем вниз. Потому что, ну, урон и урон, нам без разницы. Мы его получать не планируем, кроме тех мест, где мы его получаем. О, вот тут новая стратегия. Он еще раз попробует, да? Нет, он пользуется стратегией. Он стреляет, кидает газовую гранату и взламывает систему. Врубаются все противники, и один убегает вдаль, открывая нам все двери. Вот это вот особенно самое приятное. Нам не приходится ее взламывать и просто пробегаем. Когда вы взламываете что-то, у вас 16 вариантов мини-игры. Ну, 16 вариантов, где нам надо выбрать один правильный. Но вместо этого мы просто скроллим мышкой очень быстро и нажимаем все. И так проходим. Вот эта вот турель рандомная. Иногда она стреляет, иногда нет. И они не знают почему, если она не стреляет, это чуть быстрее. Тут пробежать по вентиляции. Но, когда она стреляет, мы просто отрубаем ее с второго режима огня пистолета. Вот сейчас мы скипаем кучу диалогов квик-сейф и клоудом. Выстрел для отвлечения охраны. И просто прокатываем с ним на них. И все. Едем. Он сломал вот этот вот источник света, чтобы быть спрятанным. Из-за того, что система маскировки в этой игре очень интересная. Вы видите, вот справа сейчас индикация вскачет вверх-вниз, потому что он свистит. Это уровень шума, который мы издаем. Это сделано тоже специально, чтобы заманипулировать ИИ охранников. А над ним показатель, который от черного к светлому двигается. Это показатель скрытности. В тени мы почти не видны. Нас 100% практически не заметят, даже если мы будем что-то делать. А на свету нас мгновенно замечают. Там с тысячи метров могут увидеть ИИшки. Так что мы стараемся всегда оставаться в тени и этим манипулировать. Блоклист вроде с кооп-модом был, я не помню. Там очень клевый кооп-мод. Я его проходил на релизе своим другом. Или Conviction. Не-не, по-моему в блоклисте есть. Точно не скажу на память сразу. Но есть клевые рамы у Splinter Cell в коопе. Вот здесь стелс-миссия очень интересная, потому что у NPC есть диалог клевый. О том, кто... Сейчас я вспомню. О том, что вот эти вот пластины, ну деревянные, которые здесь есть, очень скрипучие. Это сделано, чтобы ниндзя к вам не могли подкрасться. Если к NPC подкрасться в этом месте, он такой спросит. Ты что, ниндзя? Как ты это сделал? Это забавно. И здесь мы как настоящий ниндзя пробегаем мимо врагов, потому что мы не слышим и самураи, у которых есть путь. Если что, у индикатора шума есть еще индикатор, квадратик такой. Это уровень шумоокружения. И бывает такое, что уровень шумоокружения выше, чем уровень шума, который вы издаете. И это значит, что вы можете спокойно передвигаться на этом уровне шума. И вот в этой миссии... Вот. Вот сейчас он сместился, видите? Квадратик белый. Это значит, что уровень шума здесь вот допустимый такой, но мы его видим. Его все равно превышаем. Но это здорово, потому что в некоторых миссиях уровень шума бывает нулевым, а бывает достаточно высоким, чтобы чуть ли не бегать. Ну, пару раз в нас попали, но это не страшно. Мне не нужно моё хп, а у него очень полный бар, нормально. Кажется, он рассчитывал, чтобы получил больше урона. Интрудерс. И вот это почти конец уровня. Здесь ещё, кстати, клёво, что можно через эти бумажные стены врагов вырубать. Это реально клёво. Вот снова вырубаем с помощью шоки стикера, потому что это считается за убийство по какой-то причине. И это важно, потому что выстрелы с обычного режима боевого очень неточные. Нам надо остановиться, подождать, пока прицел зайдётся, чтобы попасть чётко в противника. Но все вот эти шоки стикеры и прочие модификаторы, которые на F2000 в качестве второго огня, альтернативные боеприпасы условные, они всегда летят точно в цель, вне зависимости от того, как мы пробежали. Единственное исключение, это шок ринг вроде называется, я не помню. Альтернатива патрону, который вызывает стан противника, но тот запускает долгую анимацию, где его бьёт вот током такой долгую. А второй, это маленькая колечка, которая стреливает, но у него есть угол, под которым оно летит, поэтому им надо стрелять иногда чуть выше. IR Ring, вот, спасибо, IR Ring. Это вот тот момент, когда ты не помнишь название предметов, потому что нечасто их читаешь. Да, там у комментатора, судя по всему, заметки, которые VistroTV написал заранее. О, вот здесь, кстати, клёвую механику мы увидели. Фишер может ползать по трубам и прочим поверхностям, если что, он может ещё и подтянуться, чтоб меньше заметности, он дольше ползти будет. Мы можем целиться с пистолетом в эти моменты. И это делает так, что дверь изменится между открытием и открытием. Потому что, если ты должен ждать, чтобы дверь полностью открылась, и прийти внутрь, и снова закрылась, то вы потеряете столько времени, что это потеряет более 10 секунд. Так, да, но это не консистентно. Так, может быть, он должен попробовать несколько попыток. Вот сейчас мы пытаемся в двери клипнуться. О, отлично. Если что, это глитч, потому что мы должны дождаться, пока двери полностью откроются, чтобы в них зайти. Но вот этой вот манипуляцией с выстрелом и передвижением мы просто попадаем в двери, и они сразу начинают закрываться. Это экономит около 10 секунд. И то, что вы видели, это стики камера, липкая камера, которую можно прилепить к любой поверхности, и она умеет шуметь и спускать газ, который вырубает противника, если он к ней подойдёт достаточно близко. И вот здесь, для ретина-сканер, я думаю. Ну, 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 вот я забыла сказать, что он тоже прожил, по-друге, с открытым кнопкой, чтобы это было открытым. И также, во время хакивания ретина-сканер, он не успел сделать это правильно, так что он поднялся. И он должен идти далеко в комнате, чтобы он был кричит, чтобы он слушался на данный момент, и это был один из самых главных задач. У него есть два способа делать это. И, да, either listen to the conversation или act as a computer. Да, сейчас мы у нас есть время для выплаты, да. КОЛЬ! Я хочу сказать, ребята, что мы только $1,500 away from taking Viewfinder на 100% ручку. Пожалуйста, эти выплаты в 5 долларов из ИНОМАР, что, hey, Дистро, МАР здесь. Congrats, и счастливы на вашу ручку. Stay fresh, stay clean, и салют должен always have greens. Thank you. Great. So, what Distro did before, he jumped in front of the lights, so that the one guard, like, above this room got distracted, and that we need to do, it's like, good to have later, I'm gonna explain right, very soon. Also, down in the room, he... ... 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 В общем-то, что мы делаем? Останавливаем запуск ракет, ну точнее, они уже запущены. Мы просто удаленно их отключаем. В итоге там, если я правильно помню, говорят, что при контакте они не взорвутся, а просто сомнутся, как консервная банка. Но это не совсем правда, потому что их инерции и леса хватит, чтобы нанести урон кораблю, даже если они не взорвутся. Принца выпустили, но есть нюанс. Кстати, как я читал, вроде неплохая метроидование получилась. У принца, в котором нет принца в качестве главного героя. Да, не правда, сомнутся. Там кинетическая энергия даже от... Ну хотя, может, под конец полета они там отключат еще и ускорение топливное, либо еще что-то произойдет, но там вряд ли вот прям консервную банку без последствий получится смять. Не, ну там новый принц вообще-то с четкой стрижкой. Вот здесь снова цикл допроса был до тех пор, пока не получим нужную фразу. Основная претензия к принцу Персии новому от Ubisoft в том, что там нет принца Персии. Там есть вот телохранители, которые пытаются его спасти. Это даже не игра про принца. Так, вот тут интересный сетап, потому что он кидает дымовую, которая должна его защитить, пока он взламывает дверь. И да, получилось. Вот эти вот ребята его не видят из-за дыма. Это прям такой страшный момент, потому что если кинуть ее неправильно, то, к сожалению, вас ничего не спасет. Ну вот про дизайн насчет внешнего вида героя с новым принцем это не так критично, потому что любой дизайн будет приемлемым. Я даже в Tekken 8 принял рэпчик на трейлере, который показывает игру, хотя это не мой любимый музыкальный жанр. Но сейчас так принято и ладно, главное, чтобы игра была хорошей. Благо у принца хорошая игра вроде получилась по отзывам. Но все еще имеет проблему, что он называется принц персии и не содержит принца персии. Вот тут, кстати, мины появляются, ловушки, которые нас ваншот... Ох, какой хороший прыжок, кстати. Мы могли не долететь и упасть. Он сразу раскидывает две гранаты против туреток, которые нам сильно мешают жить. Это... Ой, он... Вот, все. Он не долетел до козырька, ну не козырька, а для вот этого выступа бордюра. Из-за этого бы умер, поэтому он сразу загрузился, чтобы долететь до него. И вот здесь вот он сейчас очень аккуратно выстроится в линию, чтобы... Да. Он забаговал в текстурке. Его падение остановилось, он спустился вниз. В Legend of Zelda ты все еще играешь за линка. Это не тот линк, который в 1986-ом был, и даже не тот линк, который был в Majora Mask, и даже не тот линк, что был в Ocarina of Time, и даже не тот линк, который был в Wind Welker. Но это все еще линк. А тут Принц Персии, в котором нет Принца Персии. Но это вот именно больше продажи под брендовым названием, нежели чем под тем, чем игра была. Хотя оригинальный Принц of Persia был тоже такой же игрой, как этот, что самое прикольное. Так что тут, скорее всего, маркетинговая компания у Ubisoft так себе работает. Мы, кстати, приближаемся к концу уровня, и вот эти вот неоновые знаки, которые светятся в действительности, очень неприятная штука. Вот мы сразу ломаем один, потому что они выдают нас противнику, и мы не можем пробежать мимо, поэтому приходится их ломать. Не, я так, но, в принципе, пройду, скорее всего, даже с удовольствием, потому что этот Metroid 2 не хороший. Вот именно хороший, как говорят. У меня свитч для этого есть. Мы сразу, кстати, пропускаем длинную часть диалога с эйфлоудом классическим. Минуты. 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 Это очень известный уровень для тех, кто играет Сplinter Cell. Это очень тяжелый уровень, особенно 100% это, особенно на Expert. Но в этом Speedrun, это много run-and-gunning. В начале нет никаких tricks. Да, он просто проходит через уровень и уходит как много аниме. Вот здесь. Он идёт вверх. Ну, вверх, вверх. О, вверх, вверх. Я выстрел сюда, но вверх. Я видел, здесь нет полный HP. О, да. Он снимает этот человек. В следующем секунде. Нок, нок. Нок, нок. Нок, нок. Нок, нок. Окей, он снимает эту дверь. Он даже не заметил, потому что он светлый. Продолжаем продолжать. ВР, кстати, давайте посмотрим. У Теории Хаоса, кстати, должен быть очень такой серьезный ВР, потому что, по-моему, игра популярна. А, нет, обманул, не очень популярный. 12 дней назад, 42 минуты, 12 секунд. ВР. Причем все так же, дистарр. Я не думал, что игры настолько мало ранок. Так. И, кстати, теперь очень близко. А, нет, здесь есть турет. Так, да. Ну и здесь, не знаю, я, кстати, не встречался с проблемами на 100%, а то миссию закрыть. А, ну кстати, сейчас начнется сегмент не скипаемого диалога, в котором мы просто будем ждать из-за того, что SafeLoad не работает, к сожалению. КОНЕЦ! КОНЕЦ! О, кстати, начнел работать скип через SafeLoad, мы сразу начали SafeLoad. КОНЕЦ! 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 Нет, я забыл его имя. А, вот, Шетланд. Шетланд, да, спасибо. Шетланд у нас, в общем-то, организовал не очень радостные события, чтоб обогатиться на всем этом деле, и Сэм вот решает все это дело. Там просто Тома, которого назвали, это вот генерал, который появится потом, и мы будем проникать в здание Министерства обороны Японии. Да, я не помню, он вроде нас уже кинул. Ну, кинет или кинул, неважно, мы все равно его потом прикинем. Вот он сейчас говорит, говорит, говорит. Вот сейчас, кстати, говорят новый скип будет. Вот здесь мы, кстати, никого убивать не можем. И то, что вы видели в предыдущем моменте, это вырубание Шетланда через новый глич. Да, он скипнул диалог, потому что в момент, когда дверь открывается, у вас есть один фрейм на импут, и вот он в этот момент должен успеть вырубить Шетланда. И полностью скипается вот весь начальный диалог, вот эта вот сцена и все такое. Вот тут вот, кстати, точно не скажу, мешать или тайминг поймать, но я предположу мешать, потому что тайминги поймать слишком жестоко. Вот сейчас вот кучу урона от падения специально получаем. Причем, если бы мы упали левее, мы бы разбились. Вот сейчас он говорит, что у врагов здесь нелетальное оружие. И это хорошо, потому что, с одной стороны, они меня не убьют, но тогда они поймают меня, будет допрос, поэтому нам вообще нежелательно получать какой-либо урон от них. Ну вот сейчас он говорит, поскольку у нас есть тревога, мы скипнем несколько вторичных задач. И диалог пройдет быстрее. И снова сейфлоудом пропускаем диалоги. Ползем назад. Субтитры создавал DISTRO. Кофи, вы делаете отличный работа, по-моему, и вы, Дистро. Любовь вашу сладостью, и я вам покажу, что нет. Я желаю вам, и спасибо, ГДК, за просмотром, это круто, гдк, за просмотром, что это круто, гдк, за просмотром, что это круто. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, ГДК вроде да, нет онлайн-блока больше, так что все только оффлайн Ну, по крайней мере, я не видел оффлайн-ранов на этом ГДК, так что кажется мне да, что снова только Ой, точнее онлайн-ранов не видел, так что мне кажется, что только оффлайн-раны теперь Hopefully I will get the mine I will take them all out, there's actually three of them, but not anymore And I turn off the laser grid And over here I will EMP the turret So I should have mentioned when I actually had to touch the laser One of the turrets would have shot me and I would have died Yeah, no, I still have two guards And I have to place an explosive charge now on the server And I will detonate it at a specific time I should time it in a way, so that I can pass by the last two guards Let's see if I can get it Вот сейчас он очень точно подбирал тайминг взрыва, чтобы успеть пробежать мимо вот этих вот охранников No, we are at the end dialogue here And I just skip through the lines, which saves a bit of time with animation Now we have time for one last donation А, ну вот, онлайновые рано были, люди говорят И оффлайновые Оффлайновые почти все, а оффлайновые тоже были, это хорошо Я думаю, они выделяют сколько-то мест на онлайнскую часть Вот сейчас вот он говорит правильную вещь Адмирал себя поранит, и мы постараемся его спасти Считал ты о том, что спасибо GTK, что приняли рану, и все такое Ну, теория хаоса в этом проценте на ПК Третье место в 46 минут Поставлю Ну, вертú, это and this whole series run Where I will play the first game, and then the second, the third, the fourth, the fifth, and the sixth So, all of them in one sitting, back-to-back It's going to be fun That will probably happen in a month or two from now And, yeah, now in a few seconds When the screen fades to black I'm done With the run So, get ready Time Все. Хороший ран. Довольно-таки чистый. Прямо-таки ран вархолдера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!